В семье ЛМТТ последние сезоны промучился в Барселоне. Травмы, потерянное место в составе, травли со стороны фанатов. Сэм реально очень хотел вернуться на свой уровень времен выигранного чемпионата мира. Даже пошел на сокращение зарплаты. Но травмы и испорченный имидж мешали. Его порыв в Каталонии никто уже не замечал. На нем поставили крест. 28 лет, а карьера летит под откос. Ну а вот сейчас Барса договорилась об аренде французов в Лечи. И футболист, невзирая на невысокий статус нового клуба, воодушевился возможностью играть в основе. У итальянской команды острые проблемы в центре защиты. Для фанов же Лечи переход игрока Барса это супер событие. Они были в восторге и заполнили итальянский аэропорт. Когда Сэм увидел, сколько болельщиков встречает его, он не поверил своим глазам. Неужели я еще реально кому-то нужен? Неужели столько людей все еще в меня верят? Мы делали несколько выпусков про самые эмоциональные прощания футболистов, но ни разу не делали про встречи. На представлениях новичков тоже бывает много эмоций и ярких впечатлений. А еще бывает ну очень много болельщиков, которые забивают стадион и кайфуют от предвкушения подвигов новой звезды. Итак, впервые на нашем канале, да и вообще на ютубе топ-10 самых мощных презентаций футболистов. На 10-м месте Златан Ибрадимович и его пафосные презентации в Барсе и ПСЖ. С Иброй не могло быть иначе. В 2009-м Швец бежал из Интера за трофеем Лиги чемпионов в Барселону. Он тогда был на самом пике. И в столице Каталонии все начиналось для Ибры просто сказочно. Прибытие игрока вызвало восторг у местной публики был установлен клубный рекорд по количеству зрителей, пришедших на представление новичка. 62 тысячи. Ливандовский в этом году собрал на 5 тысяч меньше. Многие называли тот переход одним из главных в истории синегранатовых. Златан, как водится, почеканил. Сначала в движениях была деревянность, но удержание мяча на груди вызвало одобрительный гул стадиона. Никто и не заметил, что Ибра подправил мяч рукой. Понимал, что нельзя испортить такой момент. А посмотрите на эту самодовольную улыбку. 28-летней звезде явно нравится такой бенефис. Тем временем фанаты буквально сходили с ума, даже падали с трибуны на поле. Фотографы сбивались с ног, лишь бы запечатлеть знаковый момент. Неудивительно, что сам Месси вскоре приревновал к новичку. Жаль, легенды из Ибры в Каталонии не получилось. Спустя три года в Париже ручка пафоса встречи Ибрадимовича была выкручена на максимум. Пресс-конференция на Парк-де-Пренс, которая своим содержанием напоминала первое общение с прессой в АПЛ Жозе Муриньо. Знаю ли я футболистов французского чемпионата? Нет. Зато они наверняка знают, кто я. Ибра намекнул, что он снизошел до Лидии 1. И никак иначе не надо воспринимать этот трансфер. Ну а основную часть презентации решили провести не на стареньком Парк-де-Пренс, а на площади Тракадера у Эйфелевой башни. Фанаты бушевали от перевозбуждения. Тем более, что Ибра — очень простое слово для скандирования. Ни одному новичку ПСЖ прежде не предоставляли такой зрелищной локации, чтобы понабивать мяч перед репортерами и болельщиками. И это сейчас мы к этому привыкли, а тогда это выглядело бомбически. Реально, Господь Бог прилетел в Париж. Трансфер Златана был первой покупкой суперзвезды в эпоху шейхов, и руководство ПСЖ постаралось преподнести это событие соответствующим образом. На девятом месте ажиотажное возвращение домой. Возьмем сюда презентацию Карлса Тевиса в родной боте, к которому он присоединился по окончании своей европейской карьеры. И главное возвращение этого лета. Луиса Суареса подписал клуб, который дал ему путевку в проффутбол. Националь. Начнем с Уругвайца. Луис красиво завершил свои дела в Европе. К нему все еще был интерес не последних клубов континента. Но в 35 лет он решил больше не подвергать организм экстремальным нагрузкам. Так что предложение от команды своей юности пришлось очень кстати. Главный игрок поколения, гордость нации. Он покорил Европу и вернулся на родину. Вдруг Месси даже одолжил свой частный самолет, чтобы Луис мог комфортно перевести семью. А еще Лео записал обращение, которое поставили на стадионе Гранд Парк Сентрал в Монтовидео, когда презентовали Суареса. Эй, толстяк, теперь ты там. Но я бы очень хотел тебя обнять и пожелать всего самого лучшего в новой главе твоей жизни. И теперь мне придется следить за успехами Националя. Этот видос от Месси наблюдали на стадионе 50 тысяч зрителей. Уругвай маленькая страна, всего 3,5 миллиона жителей. Вот посчитайте, какой процент населения пришел на стадион только ради того, чтобы увидеть возвращение легендарного Эль Пистолера. Но это еще не все. Тысячи желающих просто не смогли попасть на арену. Они выстроились вдоль дороги к стадиону. И когда Луис ехал с презентации, он продолжал всех приветствовать. С лица игрока нисходила улыбка. В тот момент он понял, что явно принял правильное решение. Ну а через несколько дней в первой домашней игре чемпионата за Националь Луис забил гол. В Аргентине живет гораздо больше людей, чем в Уругвайе. Но это не умаляет пафосы встречи Тэвиса в 2015. На презентацию в числе 50 тысяч болельщиков пожаловал сам Диего Армандо, в ложе которого был развернут баннер «Карлитос, спасибо за возвращение, семья Марадонная». Толпа народу, чирлидерши в начале коридора из одноклубников, пушки с конфетти и герой вечера с самым младшим представителем семьи на руках. Мое сердце разрывается от счастья. Я дома. Сказал тогда 31-летний футболист. Фанаты подготовили к встрече кумира огромный баннер. Многие были готовы перелезть через заграждение и выбежать на поле. Атмосфера на Бомбанере была будто на дерби. На восьмой позиции соберем самые креативные презентации. Клубы стремятся расширить охват аудитории в соцсетях, чтобы представление нового игрока, особенно если он не суперзвезда, завирусилось. Публику надо удивлять. Так Рафаэль начинал в Европе у сэра Алекса Фергисона, переехав в Турцию, предстал в образе своего тезки из черепашек-ниндзя. Игрок вышел на поле под музыку из мультика и надев красную повязку на глаза. Интер в 2018-м обыграл прозвище Нейнгалана, ниндзя. В минутном ролике много паркура, который вызывает ассоциацию с супернавыками японских воинов тьмы. Добро пожаловать, ниндзя. Приветствует Раджу в конце закадровый голос с азиатским акцентом. Эдин Джека, подписав контракт с Интером, стал героем комиксов, которым показали карьеру Лебедя из Сараева. А в презентационном ролике Кевина Стротмана в Калььере обыграли известную сцену из «Один дома». Кевин Манчейн. Кевин! Кевин Эквин. ПСЖ выпустил пафосный ролик, отсылая к знаменитой картине, выставленной в Лувре, Месси как футбольная Джоконда. Нант презентовал новичка, написав его огромный портрет на пляже. Переход Алексиса в МЮ запомнился не столько игрой чилица, сколько его исполнением главной клубной песни на фортепьяно. И, наконец, Вильяреал устроил на презентации косорлы шоу «Иллюзиониста». Победитель Чемпионата мира по фокусам 2018 года испанец Маго Юнке сначала сам вылез из опутанного цепями ящика, а потом материализовал из дыма футболиста. Два в одном для болельщиков. Посмотрели и на новичка команды, и классное шоу. Клубным пиарщикам за подобные штуки огромный плюс. На седьмую позицию мы решили взять презентации мега дорогих футболистов, которые в итоге провалились. Яркие примеры – Эден Азар и Кака в Реале. Начнем с бразильца. А обладателя золотого мяча забрали в Мадрид в 2009 году за 67 миллионов. На тот момент больше в истории платили только за Зидана и Роналду. 27-летняя бразильская суперзвезда. Город охватила эйфория. Перес, который вернулся тем летом в клуб, начал выполнять предвыборные обещания и строить новых галактикус. В день презентации журналисты не давали прохода бразильцу, за Кака везде следовала камера. А потом выпустили ролик, в котором зафиксирован каждый шаг новичка в Мадриде. Из аэропорта в медицинский центр, потом в офис клуба, где на подписание контракта приехали все боссы. И, наконец, на стадион, где собралось 55 тысяч болельщиков. Кака, подглядывающий в щелочку туннеля за наполнением трибун и не скрывающий своего удивления классный кадр. Зрители в восторге. Вот если бы и дальнейшие события мадридской карьеры бразильца превосходили ожидания. Но итог вы знаете. Один из самых провальных трансферов 21 века. Переход же Азара был рекордным в истории Реала. К тому времени несколько лет Реал не совершал громких трансферов. На Барнабеу соскучились по королевскому пафосу. Болельщики заполнили три из четырех секторов. 50 тысяч! На некоторых матчах предыдущего сезона Ла Лиги столько не собиралось. Однако не все были довольны тем, что клуб хоть и отхватил суперзвезду, но не самый горячий лот. Мы хотим Мбаппе. Такие скандирования были слышны в ожидании появления Азара. Когда Эдену об этом сказали, он улыбнулся. Я не занимаюсь селекцией. А потом Азар вышел на поле. Проездка камеры на фоне переполненных трибун, которые распевают гимн Реала, выглядит эпично. Азар безупречно понабивал бело-золотой мяч, но почему-то не запустил его на трибуны. Потом сделал селфи на фоне толпы. Его попросили поцеловать эмблему, и Эден, с детства фанат Бланкас, сделал это смачно. Болельщики восхитились, а потом бельгиец выкрикнул в микрофон любимой фанатами «Хала Мадрид!» «Вперед, Мадрид!» Еще Азар пробился 11 метров по пустым воротам. Очевидно, таким образом намекалось, что за ним бронируется должность штатного пенальтиста. Однако нештатным пенальтистом всего два удара с точки за три года в Мадриде ни тем бы то ни было значимым Эден для королевского клуба не стал. Эпичный провал. И сейчас болельщикам Реала вспоминать этот весь пафос презентации Азара, наверное, грустно и даже отчасти неприятно. На шестом месте с темной презентацией. Ну, например, как недавнее представление Александра Кокорина в Аресе. Кипрский клуб назвал игрока, который полтора года сидел на скамейке, царем. Возмутился даже в мостовой. Но сейчас покажем две другие презентации, которые показались нам самыми смешными. Летом 2020-го Мориньо перестраивал под себя Тоттенхем и в команду был приглашен правый защитник Вилверхэмптона Мэтт Дуэрти. Фанаты шпор, как водится, провели проверку новичка на вшивость, то есть на предмет его отношения к арсеналу. И обнаружили твиты от 2013 года, когда игрок выдал целую серию признаний в любви к пушкарям. Проблема. Но клуб решил ее изящным роликом презентацией, в котором ирландский новичок с виноватым видом стирает старые твиты. Актерские скиллы Дуэрти и закадровая музыка в порядке. Ну а верх Стеба — это то, как представила Александра Каларова Рома в 2017-м. Это была насмешка над самой идеей что-то выдумывать, когда надо предъявить новичка-болельщиков. Сюжет такой. Молодой креативщик объясняет ветерану Каларову, дескать, сейчас все клубы делают подобные ролики презентации. И для Александра приготовили крутой сценарий. Мы наймем двух актеров, которые похитят вас из отеля. Один будет в маске клоуна, другой в женской одежде. Вас посадят в невидимый автомобиль, после чего будет сумасшедшая погоня, и вы столкнетесь с машиной Льюиса Хэмилтона. Вас спасет вертолет, после чего вы снимете маску с пилота, как в Скуби-Ду. Вы выпрыгнете из вертолета с парашютом, но из-за глобального потепления начнется торнадо, которое унесет вас в Марокко. Вы приземлитесь на дерево, где сидят козы. Вам нравится? Нет. Отвечает Каларов и уходит. Выражение лица футболиста, когда он слушает весь этот трэш, бесценно. Тот случай, когда высший пилотаж для актера, практически ничего не сказав и не сделав в кадре, отыграет сцену на 5 с плюсом. Каларов красавчик. Ну и сама идея потроллить креативщиков, извращающихся с презентациями футболистов, тоже хороша. Пятую позицию отдаем Неймару, у которого оба перехода в карьере были дорогостоящими, соответственно, презентации пафосными. В 2013-м Барселона, купив Нея, обновила клубный рекорд по сумме входящего трансфера – 88 миллионов евро. Молодой бразилец прибыл в образе, над которым шутили примерно так, а Джастина Бибера футболист отличался лишь тем, что путешествовал без обезьянки. На первую пресс-конференцию Неймара в Барселоне аккредитовалось аж 334 журналиста, а на стадион пришло 57 тысяч зрителей. Особенно новичка полюбили дети, буквально облепившие бразильца, когда тот пошел в народ. Речь Нея толкнул на каталанском. Ну, как речь. Успел выучить несколько предложений, включая такое. «Я здесь, чтобы помогать Лионелю Месси быть лучшим футболистом мира». Явно сочинял это не он сам. Достаточно скоро стало понятно, что бразилиц претендует на гораздо большее. ПСЖ сманил Неймара не в последнюю очередь возможностью выйти из тени Месси. Спортсмену нужны новые вызовы. Эта фраза из прощальной речи в Каталонии. Трансфер стал рекордным в истории футбола. В столице Франции перед прилетом новичка началась настоящая Неймаромания. Болельщики выстроились в длинную очередь задолго до открытия фаншопа, чтобы в числе первых купить футболку с фамилией игрока. На офисных зданиях по пути следования машины с Неймаром вывесили бразильские флаги. Фанаты ждали Нея в аэропорту, на улицах и около стадиона, развернули транспаранты и знамена, жгли фаеры. А официальную часть презентации Неймара решили провести перед первой игрой чемпионата. Так образовался дефицит билетов на матч с Самиеном. Подъезды и подступы к Парк-де-Пренс стали перекрывать еще с полудня. Как рассказывали журналисты, столько полиции не было даже во время Евро-2016. И представителям прессы и болельщикам приходилось преодолевать три кордона безопасности. И весь этот ажиотаж был при том, что заранее стало ясно, Нейс играть не сможет, не успели оформить трансферный лист. Тем не менее, Неймар вышел в игровой форме, попристайлил, потом чуть было не спровоцировал драку за свою футболку на трибунах. А когда начался матч, переоделся обратно в поп-звезду и болел за своих новых одноклубников в ВИП-ложи. Альхилло-Эфи сказал на презентации, что 222 миллиона — это, конечно, огромные деньги, но это инвестиции в большой проект, рассчитанное на пять лет. Как раз этим летом срок вышел. Напишите, на сколько процентов по вашей оценке оправдалась ставка шейхов на Неймара. Штурты места здесь в презентации, на которых не обошлось без слез. Вспоминаются две мадридские истории лета 2016-го. Тогда представили Марко Асенсио, который с детства мечтал играть за Реал, и Альваро Марату, вернувшегося в расположение родного клуба после выкупа из Ювентуса. Я уже рассказывал, как Альваро в Турине заставил себя уважать, и Реал воспользовался опцией обратного выкупа своего воспитанника. С точки зрения построения карьеры возвращаться Марате не стоило, что подтвердили дальнейшие события. Но для игрока это была очень личная история. Он хотел доказать свою конкурентноспособность именно в Мадриде. Презентация проходила камерно. Клуб и не скрывал, что Альваро всего лишь один из новичков. Но 23-летнего парня это не обидело. А после того, как Флорентино Перес поприветствовал игрока, цитата, в родном доме, Марата дрогнул и, произнося речь, заплакал. А теперь удивительная история Асенсио. В 2004 году 8-летний болельщик Реала Марко поехал с родителями на Майорку. Неподалеку от места их отдыха пришвартовалась яхта Переса. Юн Асенсио очень захотел сфотографироваться с президентом своего любимого клуба. Пробраться к нему было невозможно, так что пацан просто встал на фоне Переса. Мама Марко крикнула Флорентино. В будущем мой сын будет играть за Реал Мадрид. Перес позже подтвердил, что помнит этот момент. Мама Асенсио скончалась от рака в 2011 году. За 4 года до объявления в январе 2015 о том, что ее сын переходит в Реал. Потом была аренда в Испаньол и вот лето 2016 года. Презентация Марко Асенсио в качестве игрока Реала. Видно, как он волнуется. В завершение я хочу поблагодарить моего отца, моих братьев и мою маму, которая всегда поддерживает меня сверху, сказал Марко. Кажется, даже сам великий Перес в тот момент мог пустить слезу. Думаю, тут у Марко смещались все эмоции. И боль от тяжелой потери, и восторг от исполнения детской мечты. И так тоже бывает. В следующие годы Марко запьет за Реал полсотни мячей и выиграет кучу трофеев, включая три кубка Лиги Чемпионов. Тройка открывает совсем свежая презентация. Кажется, весь желто-красный Рим пал к ногам Пауло Дебалы. Игрок пришел свободным агентом на спаде карьеры. И кто мог ожидать, что ему окажут такой сумасшедший прием? Но давайте обо всем по порядку. Переход Дебалы в Рому знаковый. Этим трансфером Босс и Римлян заявили всем, что пора бы с ними считаться как с топами. Так что аргентинцу оказали потрясающий прием. Мероприятие прошло у дворца итальянской цивилизации, также известного как Квадратный Колизей. Собралась десятитысячная толпа болельщиков. Ночь, Большая площадь, фаеры, флаги, баннеры с изображением Дебалы. Все это выглядело завораживающе. На фасад дворца вывели световое шоу. Там была эмблема Ромы и двадцать первый номер, который взял в команде Пауло. В конце шоу портрет новичка. А потом появился сам герой вечера, который был в шоке. Много раз я играл против вас и это всегда было сложно. Сегодня мне выпала честь быть здесь вместе с вами. От этого я еще больше хочу сыграть на стадио Олимпика. Мне не терпится подойти к трибунам. С такими словами аргентинец обратился к болельщикам. Еще он показал свой фирменный жест и сделал селфи на фоне фанатов. Сразу вспомнилась знаменитая селфи Тотти. А когда толпа запела димн клуба, Пауло просто присел на ступеньки и офигевал. Глаза аргентинца заблестели. Королевский прием. Как будто Рим встречал нового императора. После такого приветствия Дибала не мог не влюбиться в Рому. Он явно играет с огромным желанием. Посмотрим, что будет дальше. На втором месте представление Диего Марадонны неаполитанской публики. Культ аргентинца в Неаполе был с первого же дня. Возник задолго до того, как Диего привел клуб к двум первым скудетто в истории и даже до того, как зажег на чемпионате мира. За игрока выплатили 13,5 миллиардов лир. Это 12 миллионов в современной европейской валюте. Так был установлен трансферный рекорд Италии. Я уже как-то рассказывал, что Наполе в те годы не претендовал даже на Еврокубке. А город был очень депрессивным местом. Так что все были в шоке, что к ним приехала такая большая звезда, да еще и в возрасте расцвета. 24 лет тогда еще не исполнилось Диего. Да что там, во всем мире были шокированы этим трансфером. На стадионе Сан-Паулу, который теперь переименован в честь Марадонны, 5 июля 1984 года собралось 70 тысяч болельщиков. Повсюду пестрели баннеры от Марадонна. Ты единственный свет в темноте этого города, да. В Неаполе прекрасны три вещи. Море, пицца и Марадонна. Диего с самого начала был принят в бедном южном городе за своего парня. Он был похож на простых неаполитанцев. Людей со сложным характером, которым ничего не достается даром. В первом же интервью Марадонна сказал, «Я хочу стать идолом для бедных детей Неаполя, потому что я сам был таким же, как они, когда жил в Буэнос-Айресе». Фанаты не могли дождаться представлений Диего, и на приветственной пресс-конференции, которую решили провести перед встречей с болельщиками, скандировали имя игрока через вентиляционную решетку, что смущало футболиста. Диего! 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 Эта пресс-конференция обернулась скандалом. К микрофону подобрался французский журналист и задал провокационный вопрос, знает ли Марадонна, что такое Каморра, местная мафия, и что ее деньги правят везде, в том числе и в итальянском футболе. Это была отсылка к слухам о том, что мафиози оплатили половину трансфера Диего. Новичок был сбит с толку, но тут вмешался президент Наполи и выгнал дерзкого журналиста с пресс-конференции. А Диего пошел к фанатам. На стадионе стоял невообразимый шум. Такого праздника в городе не было очень давно. Валил дым от многочисленных фаеров. Марадонна был в брюках, они стесняли его движения. Тем не менее, Диего набил мяч несколько раз, а потом запулил его в небо. Эти кадры облетели весь мир. В Наполи начался лучший период клубной истории, как его назвали, эра Марадонны. Подобных успехов в Неаполе не могут добиться до сих пор. И на первом месте презентация Криштиану Роналду в мадридском реале. Это был рекордный трансфер в мировом футболе на тот момент. Мадридцы три года охотились за Кришем. МЮ не хотел отпускать свою звезду. Летом 2008-го вмешался даже президент FIFA Блаттер, назвав ситуацию вокруг перехода Роналду современным рабством. Но трансфер состоялся лишь год спустя. Причем сэр Алекс Фердисон настолько ненавидел Реал, что готов был отпустить Криша и раньше, но в Барселону. А вот как прошло представление самого дорогого футболиста планеты аудитории Сантьяго Бернабео летом 2009-го. 80 тысяч зрителей на трибунах этот рекорд посещения презентации не побит до сих пор. Стадион начал заполняться еще за два часа до матча. А к девяти по местному времени стало ясно, это аншлаг. Роналду перед выходом на поле явно нервничал, прижимался к стенке и глубоко вдыхал. Настолько было волнительно. В церемонии приняли участие легендарные ветераны Альфредо Ди Стефано и Эйсебио. Криш их душевно поприветствовал. Через несколько лет он уверенно обгонит великого Альфредо по числу голов за клуб. Но вернемся к презентации. После приглашения Переса толкнуть речь Рон долго не мог начать говорить. Его переполняли эмоции, а толпа ревела, подбадривая новичка. Это великолепный день. Я очень счастлив. Моя детская мечта играть в реали осуществилась. Не представлял себе, что встречать меня придет целый стадион. В конце своей речи Рон разошелся и уже сам заводил аудиторию. Хала, Мадрид. Несколько фанатов по ходу церемонии прорвали оцепление и выбежали на поле. Это еще больше повысило градус происходящего. Криш на нервах не очень удачно пожонглировал. Мяч отскочил к ребенку. Тот стеснялся его вернуть к кумиру. Но мальчика все-таки вытолкнули Кришу. И Роналду, приняв маркер от Переса, оставил на мяче автограф. Очень трогательно. Толпа была в восторге. Лучше всех тот вечер описал известный британский журналист и писатель Рори Смит. Это была частично коронация, частично папская месса с атмосферой рок-концерта. 80 тысяч фанатов Реала в этот понедельничный вечер стали частью паства храма имени Криштиану. А человек 50 попытались забраться на сцену, чтобы прикоснуться к своему божеству. Это было служение Роналду и он правил всеми этими людьми. Мне нечего добавить. Ну что, не ожидали, что будет так много эмоций? Если честно, мы долго решались на этот выпуск, а когда его сделали, поняли, что не зря. И главное, ничего похожего мы не нашли в мировом Ютьюбе, так что подписывайтесь на Мяч Продакшн, нажимайте на колокольчик и выбирайте показывать все уведомления. Лучшие топы только здесь. А еще заходите в наш Телеграм, один из главных каналов о футболе в этой соцсети. Свыше 80 тысяч подписчиков и горы эксклюзивных материалов. А еще мои регулярные голосовые сообщения о главных событиях и матчах. Саня Журавлев, Мяч Продакшн. Пока.